В эфире программа День города. В студии Алена Куклева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Взамен с Пилиным новые на Куйбышском шоссе посадят тысячу деревьев. В Рязани появился Маминсквер и в Петелинском районе произошло смертельное ДТП. На Куйбышевском шоссе в Рязани высадят клёны, барбарис, жасмин и жимолость. Всего более тысячи зеленых насаждений появится там после капитального ремонта улицы. Уже вовсю идет ремонт по улице Куйбышевское шоссе. Работа проводится в ночное время. И ремонт этот самый дорогой в этом году. В рамках этих работ будет выполнена замена бортового камня на всем протяжении ремонтированного участка дороги, уширение дороги, частичная замена опор, контактные сети и освещение, замена светофорных объектов. В том числе один светофор будет выполнен на нерегулированном пешеходном переходе, мигающем светофором. Нарисена терморазметка из термопластика. Протяженность участка ремонта составляет более полутора километров. И на половине всей площади избавится от зеленых насаждений. На настоящий момент вдоль шоссе высажено более 400 деревьев. При этом администрация города заявила, что такую экологическую проблему они без внимания не оставят. Да, действительно, эти виды работ повлекут за собой снос зеленых насаждений. Но при этом я обращаю внимание всех жителей, мне хочется их успокоить, что зеленые саждения будут восстановлены как минимум в двухкратном размере. По словам представителей подрядчика, среди планируемых к высадке зеленых насаждений будут клёны, барбарис, жасмин и жимолость. Но точно сказать, какие виды деревьев будут посажены, еще нельзя. Окончательный список согласуют с представителями общественных экологических организаций. К 1 ноября контракт должен быть полностью реализован. И все работы завершены, в том числе и благоустройство, посадка деревьев, устройство газона. В настоящее время в рамках капитального ремонта Куйбышевского шоссе выполняется фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство ливневой канализации и очистных сооружений. Ремонт дороги на Куйбышевском шоссе должен закончиться к отопительному сезону. Несмотря на объем работ, не успеть нельзя. Нет, у них другого выхода нет. Ну как, людей без тепла оставить, это невозможно. Ну и придется более интенсивно работать, если будут сроки тем более нарушаться. Это просто нарушение сроков не должно быть в этом отношении. Ночью в Петелинском районе произошла авария, в результате которой погибли два человека и еще пять пострадали. Водитель иномарки не выдержал скоростной режим движения и не справился с управлением. Съехал в кювет с последующим опрокидыванием. 25-летний водитель, двигаясь на автомобиле «Шевроле», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне автомобиля находилось семь мужчин. От полученных травм два пассажира скончались на месте дорожно-транспортного происшествия. Остальные участники происшествия с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Стали известны подробности обыска лимузина с оружием в центре города. Сотрудники полиции обнаружили пневматический пистолет и муляж автомата. Также стало известно, что лимузинов было два. Семер младых людей, которые ехали в автомобилях, отмечали семейный праздник и взяли оружие, чтобы сделать памятные фотографии. Полицейские немедленно установили местонахождение автомобиля и остановили его. В ходе проверки выяснилось, что семь рязанцев, пассажиры лимузина, перевозили в салоне автомобиля пластмассовую копию автомата Калашникова и пневматический пистолет Беретта. Молодые люди направились к месту проведения семейного праздника. Сотрудники полиции провели с рязанцами профилактическую беседу. Профессиональный праздник отметили железнодорожники региона. Ветераны и лучшие работники отрасли получили награды. Всего же в регионе насчитывается несколько тысяч виновников торжества. Ирина Ковалева продолжит. Железные дороги плотной паутиной охватывают всю территорию нашей огромной страны. Миллионы людей трудятся для того, чтобы в любую точку России мы могли бы доехать быстро, с комфортом, а главное – безопасно. Традиционно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают работники железной дороги. В нашем городе в его преддверии в пятницу 4 августа прошло торжественное мероприятие. Сотни работников Рязанской железной дороги собрались в зале муниципального культурного центра, чтобы поздравить друг друга и принять поздравления. Среди присутствующих были не только специалисты, работающие сегодня, но и те, кто всю жизнь трудился в структуре РЖД, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Иван Алексеевич Початков отдал работе на железной дороге около 40 лет. Начинал он в локомотивном депо Рязани в 1963 году. Работал слесарем по ремонту паровозов и электровозов, помощником машиниста, машинистом, а затем и машинистом-инструктором. Подготовив более 120 специалистов, которые работают на железной дороге до сих пор. Люблю железную дорогу. А за что? За романтику. Пассажирские поезда или грузовые поезда водить – это чудо. Ни с какой авиацией не сравнишь. Действительно, от работников железной дороги зависит множество человеческих жизней. Их ответственность колоссальна. Чаще всего, путешествуя на поездах, мы сталкиваемся с машинистами и проводниками. И при этом не подозреваем о том, что в этой структуре есть еще множество важных профессий. Так, например, Оксана Яшонкова – дежурная по станции. Как оказалось, это очень важная и ответственная должность. Прием, отправление поездов, маневровые передвижения. В общем, обеспечиваю движение поездов по станциям. Проход их безаварийный. Сегодня на железную дорогу приходит много молодых людей. Их привлекает не только романтика, но и стабильность, возможность профессионального роста. На торжестве, посвященном празднику лучших работников, как молодых, так и тех, кто уже не одно десятилетие отдал в железной дороге, поздравили и наградили грамотами, благодарностями и ценными подарками в вышестоящее руководство и в Рио главы региона. На этой неделе из окна многоэтажки на улицу Новоселов выпал ребенок. К счастью, малыш остался цел, но ему понадобилась серьезная медицинская помощь. У мальчика сломана грудная клетка. Это не первый случай с начала лета. Несмотря на многочисленные предупреждения, причиной таких трагедий становится неосторожность взрослых. За 2017 год из-за невнимательности родителей и нахождения некоторых из них в состоянии алкогольного опьянения пострадали 12 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Необходимо отметить, что уже в июле этого текущего года уже достигнут уровень 2016 года, когда произошло 10 несчастных случаев и 10 детей пострадали. Летальных исходов не было. В подвале потоп, в воздухе смрад. Жители дома в Гороще уже потеряли надежду решить проблему с канализацией. Подробнее об этой неприятной истории Валерий Седов. 85-й дом на улице Ленинского комсомола жильцы заселили еще в далеком 88-м году. И уже тогда с канализацией начались проблемы. Правда, в малых масштабах. Валентин Логинов живет здесь почти 30 лет. Он рассказал, что проблема с канализационными трубами была всегда. И все эти долгие годы ее никак не могут решить. Приедут, прочистят, минуты, опять через час-два, опять забиваются. Сейчас Валентину Логинову 93 года. Он ветеран войны со второй группой инвалидности. Проживает Валентин на втором этаже. Поэтому запах от прорванной канализации чувствуется в его квартире. Марина Семенова тоже живет в доме с момента его основания. Правда, повыше, на третьем этаже. И даже там этот ужасный запах чувствуется очень хорошо. Чувствуется. Вот идешь по коридор, чувствуешь дом. А что, окна все закрыты держим? Не открываем. Из-за постоянного прорыва канализации в доме невозможно не то, что окна открыть, а даже находиться. Марина Семенова рассказала, что жителям первого этажа сложно уснуть из-за смрада канализации. Летом такая ситуация происходит с постоянной регулярностью. Зимой с этим полегче. Дверь в сам подвал открыта, хотя рядом с ней висит навесной замок. Вероятно, ее даже не запирают. Из-за запаха внутрь точно никто не полезет. Наша съемочная группа также сделала несколько кадров у входа. Два дня назад в интернете появилась видеозапись, явно сделанная смельчаком. На видео хорошо видно суть проблемы изнутри. Александр Рюмин рассказал, что в подвал отказываются лазить даже сантехники. В тот раз вызывал слесарей. Мне мастер даже с ЖЭУ сказал, что слесаря не лезут в подвал, потому что там подвал забит блохами. Говорит, они туда из-за этого не лезут. Один раз я помню, сам туда даже попробовал спуститься, одел резиновые сапоги. Но дальше вот этот люк, буквально какие-то три метра, я пройти не смог. Все залито нечистотами, дышать там невозможно. Жители дома не раз обращались в управляющую контору, но никаких результатов это не принесло. Разговаривать на эту тему с нашим ЖЭУ – это бесполезно. Они начинают любыми путями на что-то ссылаться. Почему ситуация с прорывом канализации систематически повторяется, жильцы не знают. Но происходит это уже настолько часто, что в голову закрадываются мысли о неисправности самой конструкции труб. Житель дома Александр Рюмин подтвердил эти опасения. Насколько я помню, тоже давно, по-моему, или с ЖЭУ мастер, или еще кто-то приходили. Короче, они сказали, так объяснили вот эту ситуацию, что якобы, когда вот этот дом сдавался, что трубы, вот этот канализацион, который там проходит, не соответствует тому диаметру, какой должен быть. То есть, если сейчас там это делать, это надо весь дом полностью ремонтировать. Я не знаю, доживем мы до этого, когда подойдет этот капитальный ремонт или нет. Что-то я сомневаюсь. Ситуация не меняется на протяжении многих лет. Почти каждую неделю заливает подвал. И службы города на это никак не реагируют. Мы будем следить за развитием событий. В подобных случаях людям, чтобы добиться результата от управляющей компании, зачастую приходится объединяться и действовать сообща. Но что делать, когда претензии друг к другу возникают у соседей, а причина конфликта – безобидные, на первый взгляд, домашние животные. 25 кошек в одной квартире. К тому же за ними совсем не убирают. С этой ситуацией столкнулись жильцы дома по улице Интернациональной. На шестом этаже живет пожилая женщина по имени Людмила, которая не впускает никого в свою квартиру. Все началось 4 года назад. Тогда она и начала заниматься разведением породистых кошек. Но страдают от этого, видимо, только ее соседи. Ужасный запах разносится по этажам зимой и летом. Но больше всего страдает ее сосед. У нас балкон рядом находится. И балкон открываешь, когда жарко, хочешь, чтобы свежий воздух был, и оттуда сразу запах идет. А если балкон не открываешь, стена. У нас спальня, у нее спальня, стена получается смежная. И вот эта вот стена уже от нее тоже воняет. Может, нам уже усилять, как-то утеплять эту стену, чтобы запаха не было. Но пока вот ничего не делали. А так вот на диване садишься, и уже все, сидеть невозможно. Вот приходишь с работы, хочешь отдохнуть, как в своей квартире, в чистом воздухе. А тут тебе обстоятельно идет вон, начинаешь нервничать, раздражаться, и не знаешь, как дальше жить. Соседи этажом ниже сменяются уже в третий раз. Новые жильцы живут беззаботно всего несколько месяцев. А затем кошачьи испражнения начинают заливать их потолок. Тогда люди делают ремонт и продают квартиру. За четыре года эти оказались самые стойкие. Правда, они с нами разговаривать отказались. Несколько лет назад в квартире номер 167 произошел пожар. Спасательным службам не сразу удалось попасть внутрь. А когда вошли, то находиться в квартире долго они не смогли. Все дело в тех же кошках. Кошки тоже содержатся в плохом состоянии. Один раз сам кот уезжал, у нее есть дочь. Дочь попросила, чтобы кошку покормила. И вот дочь с моей сестрой ходили кормить. Прям открывают дверь, кошки все голодные, сразу на них напрыгивают. Чуть их не разодрали. Так вот мешок все бросили, кормят, разодрали. Кошки давай есть. Они быстро ушли, потому что находиться невозможно. Соседи уже разными способами пытались бороться с ужасными запахами. И ни к чему это не привело. Службы города пытались попасть в квартиру вместе с полицией. Но женщина не всегда им открывала дверь. Одного взгляда на внешний вид двери достаточно, чтобы увидеть следы этих попыток. Не открыла она и нашему телеканалу. Даже шагов не слышно. На стуки она не реагирует. Роман не первый год пишет письма в различные инстанции. Но ответы не всегда хорошие. Жек, например, ссылается на то, что хозяйка квартиры постоянно платит кварплату. И претензий к ней нет. А вот санэпидемстанция ответила, что нужно взять пробы воздуха из квартиры Романа, чтобы обратиться в суд. Теперь это превращается в настоящую лотерею. Потому что подгадать момент, когда запах будет сильнее всего, невозможно. Мы связались со специалистом-юрисконсультом префектуры Московского района. Он заявил, что на все жалобы жильцов реагируют своевременно. Конечно, реагировали и проводили санобработку вокруг, так сказать, этой двери и так далее и тому подобное. Все, что в наших силах было, можно. Соответственно, и ее родственников привлекали. Но это проходит через них месяц. Потом продолжается это же самое. Андрей Луенко рассказал нам, почему поставить точку в истории так сложно. Здесь в чем заключается вся суть, что так как нарушаются их права, санитарные, нормы и прочее, они могут выйти в суд на ее усиление. А мы, не имея этой квартиры в собственности, считаемся как левосторонними товарищами. За все четыре года Роман отправил уже множество запросов. И стопка эта не убавляется. Но опускать руки он и не думает. В конце июля в России праздновали День сотрудника органов следствия. В связи с этим мы решили пообщаться с одним из уникальных представителей этой профессии. Анжела Ковалева, подполковник юстиции, мать четверг детей, которая свободно от работы время, любит посвятить бразильскому национальному боевому искусству, сочетающему в себе элементы танца и акробатики. С ней познакомилась Анна Герцовская. Анжела Ковалева является начальником следственного отдела МВД России по советскому району города Рязани. В отличие от следственного управления Следственного комитета, где расследуются материалы со смертельным исходом, здесь основную часть производства занимают дела по статье 111. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас под руководством Анжелы Ковалевой работают молодые и опытные следователи. Все они процессуально независимы. Но как руководитель, Анжела Анатольевна контролирует процесс работы каждого сотрудника. Мое мнение может как-то расходиться с его мнением по ходу расследования данного уголовного дела. Поэтому они составляют планы, которые я согласовываю непосредственно. Они вносят постановление, например, о продлении сроков следствия, которые тоже согласовывают со мной. Объем работы у Анжелы Ковалевой просто огромный. Помимо организаторской деятельности в следственном отделе, она еще является заместителем начальника отдела МВД России по советскому району. Несу службу как ответственный от руководства по отделу. Бывают у нас такие дежурства суточные. Когда мы заступаем по отделу, человек определенной должности несет ответственность за работу отдела, дежурной части, всего подразделения. По раскрытию преступлений, соблюдению законности, регистрационной дисциплины, обращению с гражданами. В общем, функции полностью всего отдела и контроль за этим. Для мамы четверых детей это, казалось бы, наисложнейшая работа. Однако, общаясь с руководителем следственного отдела, становится понятно, что она нашла свое призвание. А дети ей за все очень благодарны, несмотря на большое количество времени, которое Анжела Анатольевна проводит на работе. Например, дочь мне всегда благодарна за то, что у нее было столько времени наедине с собой и с младшими, что она очень рано научилась всему. Теперь старшая дочь Анжелы Ковалевой учится в Дальневосточном федеральном университете, выбрав для себя направление рекламы. А старший сын пошел по стопам матери и сейчас учится на юридическом факультете в Рязани в РГУ имени Сергея Есенина. Еще двое детей начальника следственного отдела пока не определились в профессии. Младшему сыну всего полтора годика, а еще одна дочь учится сейчас в школе. И то, что у меня четверо детей, понимаете, это очень хорошо, потому что я читаю детские книжки, я с ними разговариваю на темы, которые не связаны с моей работой. У меня, например, моя дочь, которая 12 лет, она учится в школе с углубленным изучением французского языка. И поэтому мы с ней периодически делаем домашние задания, то есть я еще и с французским ей помогаю. Как говорил бывший начальник Анжела Ковалевой, при зацикливании только на работе может развиться скудаумие. И терминология, на которой разговаривают следователи и представители правоохранительных органов, может искоренить красивую грамотную речь из жизни сотрудников. Поэтому Анжела Анатольевна много читает художественные литературы. Это ее любимое хобби. Кроме того, у нее есть еще одно довольно необычное увлечение. Когда-то увидела фильм по телевизору, там был такой актер Марк Дакаскас, наверное, знают все его. И вот там был фильм про КПРУ. Это такой бразильский вид борьбы. Весьма своеобразный вид борьбы, сочетающий в себе элементы танца, акробатики, которые выполняются под национальную бразильскую музыку. В течение определенного времени Анжела Ковалева занималась в Рязанской секции по этому направлению. Однако после того, как у нее на свет появился еще один ребенок, она временно приостановила занятия. Очень хочу вернуться, потому что, во-первых, это такой вид спорта, который развивает все мышцы, которые только есть в человеке, понимаете, развивает гибкость, координацию. И, во-первых, это настолько интересно, это красиво, пластично. Это какие-то песни, музыка, опять язык португальский, потому что в Бразилии разговаривают на португальском языке. Так что занимать высокую должность, проводить много времени на работе, уделять внимание детям, находить время для хобби, руководить людьми и вести самой сложные дела – все это возможно. В Рязани сегодня открыли «Мамин сквер». Инициатива принадлежит жителям соседних домов, которые на месте пустыря организовали парк для семейного отдыха. О том, как сейчас выглядит сквер, расскажет Галина Ершова. Глядя вокруг, сложно поверить, что совсем недавно на этом месте был пустырь. Заброшенное место, где в лучшем случае водители оставляли свои автомобили. Буквально за месяц инициативная группа и администрация города превратили его в благоустроенный сквер. Появился асфальт, место для детской площадки и клумбы с цветами. Каждый год у нас проходят во дворе праздники. Новый год, Масленицы, 1 сентября, спортивный. А ровного места у нас не было. Теперь у нас появилось место под наши игры, под нашу игру в городки, проведение праздников. У нас дети выступают во дворах. Посадим елку, это у нас тоже в планах, ну и хуроводы там водить. Зеленая зона получила название «Мамин сквер». В честь открытия здесь высадили конские каштаны. Право сделать это предоставили 19 активным и многодетным семьям. Деревья были заранее подготовлены, под них даже выкопали аккуратные ямки. Граблями и лопатами поработали все, от мала до велика. У сына родили, дерево посадили. Дом будете строить, зовите, мы только за. Отлично. Как будете ухаживать за деревом, уже придумали? Будем проверять, смотреть, может приходить поливать. У нас лечка есть, ребенок очень любит поливать. И будет приходить ухаживать, конечно, все запомнили, где находится. Есть ощущение, что все у тебя теперь собственное дерево растет? Да, я его из окна даже вижу. Мы очень рады, что это дерево попало прямо к нам в окошко. Мы будем видеть, наблюдать, поливать будем. Теперь у нас семья большая, трое детей. Да, Максим? Пойдем в новую школу. Будем следить за нашим деревом, обязательно. Никогда раньше не сажал деревьев, только если цветы или клубнику, может. Бабушке помогал все-таки на городе. Да, у него легкая. Первое дерево классное. Каштаны я тоже очень люблю, мне они нравятся. Расскажите, как ощущения? Собственное дерево появилось? Да, цель была наша, именно, да, получить собственное дерево в районе, к которому мы не безразличны. Я здесь выросла, мы к бабушке сюда регулярно приезжаем. И очень приятно, что вот с этого места такие перспективы открываются. Новая школа, новый сад. Рада тому, что у нас будет свое именное дерево, фамильное дерево. У меня уже дети сказали, что мы с колясочкой будем приходить уже со своими детьми. Он тут вырастет. Я говорю, да, к тому моменту оно уже будет огромное. Ну, так что мы серьезно как-то готовились к этому моменту. Что ты делал для того, чтобы дерево росло? Я поливал дерево, бортик делал и сажал его. Здорово, ты прям уже как настоящий мастер, можно сказать. Мне еще папа помогал. Я вообще с детства люблю каштаны, я всегда ходила смотрела, как они цветут. В этом районе я бываю очень часто, мы здесь вот с младшим сыном работаем. Теперь будем все время подходить к нашему дереву, смотреть, чтобы оно жило долго, росло большим. И обязательно будем в период цветения к нему подходить, когда будет свистеть. Чтобы оно привысило людям радость. Помимо того, что они безобидны с точки зрения аллергенов, да, что меня как мама многих детей интересует, у них очень красивый скелет. Даже когда падает листва, они очень приятный вид имеют все еще. И цветы у них какие красивые. И каштаны, это же вообще забава для всех детей на многие поколения. Как назвали свое дерево? Мы его пока еще не назвали. У нас пока фамилия Коновалова, поэтому оно будет, наверное, так именным и Коновалова. Однако активисты не готовы останавливаться на достигнутом. В их планах расширить детскую площадку. Совсем скоро здесь появится новое оборудование. Не дает покоя мамам и белая стена соседнего дома. Так и тянутся руки кисточкам и краскам, чтобы нарисовать огромное яркое граффити, которое бы напоминало о семейных ценностях и вдохновляло на добрые дела. И на этом все. Я напомню, что все новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok